Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы просуждаем с вами на тему, что будет, если твоя девушка будет эмотивной. В твоей жизни будет очень много слез, смеха, радости и сильной печали. Из плюсов. Ну, с ней, конечно, будет, возможно, местами даже интересно. Конечно, люди очень яркие, как правило, с очень хорошим чувством вкуса, с очень хорошим чувством стиля. Все очень интуитивно у них в этом плане. То есть, достаточно приятно с такой девушкой выйти в люди. Можно с ней, так скажем, сфотографироваться. Вот как-то она поможет тебе даже презентовать себя самого, если ты ведешь какую-то публичную деятельность, к примеру. Ну, даже, допустим, что ты рекламируешь в Инстаграме. Сейчас это очень распространенная ситуация. У меня есть вот друг Шизоид, который не может это делать. У него девушка эмотивная, она ему постоянно помогает. То есть, вот чувство вкуса и стиля, оно иногда спасает. Вот. То есть, речь не о том, что как истеричка, когда это все очень вычфанно будет происходить, а речь о том, что она может помочь тебе сбалансировать все эти моменты. Из минусов, то, что тебе придется терпеть, возможно, эпизодические истерики, перепады настроения могут быть, особенно если она в сторону экстравертированности сдвинута. То есть, она такая вот нестабильная девушка. То есть, она будет сидеть дома, она будет, возможно, гладить там тебе даже носки, убирать. Мама – это очень добрая, заботливая. Из минусов для мамы для нее только то, что она забалует своих детей, скорее всего. Но, в целом, в таких нейтральных отношениях, если ты ее не будешь тиранить, а это очень часто, очень часто девушки не мотивы, они попадают на нарциссов или на каких-то жестких эпилептоидов, парноялов, которые просто затюкивают ее, ну, потому что у нее слабый тип личности, она особенно слабо себя включает с мужчиной со временем. И поэтому, если, в принципе, ты хочешь таких неравноправных отношений, то эмотивная, она, как правило, даже ищет, ищет более сильного такого мужчину. Но тут все нужно в меру, не переборщите с этим, друзья. И, опять же, из минусов, что можно назвать. Помимо перепадов настроения, это еще могут быть некие перепады с постели, то густо, то пусто. Если ты хочешь узнать подробнее об этом, посмотри мой ролик про эмотивную девушку. Значит, что еще? Она очень любит романтику. Это девушки очень падкие на романтику. И фигово придется, если ты сейчас такой включил романтика, чтобы вот с ней, значит, замутить. Может быть, ты хотел каких-то кратковременных отношений. Но, понимаете, большинство мужчин, которые, в принципе, ну, если вы даже вот хоть чуть-чуть подразумеваете, что у вас могут быть постоянные взаимоотношения, и вы побудете в отношениях с действительно эмотивной девушкой, очень велика вероятность, что вас просто купит вот эта вот ее доброта и забота. И вы захотите с ней постоянных взаимоотношений. И в этом нет ничего плохого. Просто когда вы подпишетесь на постоянные взаимоотношения, вы как-то подготовьте человека к тому, что если вы эпилептоид, который пошел на жертвы и решил, значит, побыть эмотивичным какое-то время, ну, как-то, может быть, даже для эпилептоида выход один, озвучить это вслух, прямолинейно, как он всегда делает, что, ну, прости, я тебя слегка обманывал. В обычной жизни я не люблю смотреть на звезды, я эту херню вообще не понимаю. Вот. И это будет вполне нормально. Как правило, если она узнает вас поближе, она пойдет на это, и вы будете закрывать глаза на ее недостатки, она закроет недостатки глаза на ваши недостатки. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Спасибо, что смотрели меня. Задавайте свои вопросы в комментариях.